Розовинкой полностью извается от белого. Найти силуэты гор. Смотришь, где это находится. Я сознательно ниже делаю, чтобы у тебя была возможность сработать сверху. Давай, поищи неточностей. Если что. Высота повыше, по-моему, да? Хочешь пониже? Да. Ну, композиционно там красиво. Ну, может, не так высоко, но все-таки повыше. Ну, здесь нахулиганила. Здесь этого нет. Нахулиганила. Подвинем чуть-чуть. Есть тихий свет там, да? Тихий. Есть громкий свет. Вот здесь обращенный к свету, собственно. Со всей мощностью можно дать это настроение. так, теперь действительно положим вот этот яркий свет, чтобы у нас уже главная цветовая завязка произошла. Вот с такой силой яркости. прежде чем желтый сначала красноту. Иначе желтый позеленеет. в этой среде он сразу позеленеет. Нас это не устраивает. Раздавливая. Даже даже этот зеленеет. Красный, алый зеленеет. Смотри, чуть-чуть. Поэтому вот эти горочки. Когда ты накидаешь этот свет, вот этот светичек, когда накидаешь, возьмешь коричневенький, красненький и чуть-чуть вот этот базальтовый базальтовый характер с горизонтальками создашь. Потом по нему тоже чуть-чуть пройдешься мелкими с желтотой чуть-чуть потом. Вот эти светики. То есть разбелишь синюшечку и пройдешься теневым цветом снега. То есть теневой цвет снега разбеленный синий. А здесь уже не разбеленный синий, разбеленный красный. Пройдешься, раздашь вот эти настроения. Теневая не любит густую краску, поэтому поменьше густоты, побольше вот такого призрачного состояния. Призрачного состояния с этими намеками на сюжет. на сюжет. Не обязательно гоняться там не за чем даже гоняться. Поэтому пусть твой сюжет будет по произволу. Лишь бы было красивенько. А вот этот вот? Похожим ну потом здесь то же самое только более темный коричневый. Похожим образом пройдешься по вот этой макушечке тоже. Создашь эту линию горы и этим же создашь вот эти настроения. Склоны вот здесь. Ну уже внимательно расследуя что там такое. Значит здесь у нас с тобой тишина. Возвращаем тишину. Тишину, да. Ну смотри какая там тишина. Ну она тут тоже цветная. Это красиво что она тишина. Смотри. вот я ее укропняю успокаиваю чуть-чуть. Вот эту рыхлятину успокаиваю. Рыхлятина нам не очень нужна. Смотри тут у нас получается вот эта часть маленькая а тут она такая большая. Это правильно? Нет. Здесь у нас с тобой с синюшкой с сиреневато- голубоватые проявления. Чуть-чуть краснотик и синечко дадут тебе нужный оттеночек. и вот эту полосатую идею. Чисто полосатую. Вот такую. рубленую полосатую. Потом на нее придут пущие светики. Сначала надо сделать рубленую полосатость, а потом уже... Вот. Придут уже вот такие вещи. придут легкие сбития. Чуть-чуть вот такие сбития придут. Опять же на этот осадочный ритм. низочек у нас чуть смугл, где голая гора. Вот такой смугловатый, полосатый. И разбил ультрамарин. разбил ультрамарин. Чуть плотнее, но тоже с прозрачностью некоторой, то есть с раздавленностью краски. Чуть плотнее, особенно от края. Посмотри, я усилил край. перегиб света и тени всегда несколько темнее, чем тень. Перегиб еще раз света и тени всегда несколько темнее, чем тень. И все сразу начинает работать. Ну и потом я загну. В таком же ключе и здесь. А вот тут тоже синька. 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 Здесь совсем синька. Здесь оно все краснее и краснее. не вот такой цвет, а... Ну вот здесь синька. Вот берешь синюю, розовый и вот такую синьку закладываешь. Смотри, как в цвете. Все-таки у живописи есть вот там красиво все, А здесь еще и выражено. То есть там как бы все приглушено, а здесь выражено. Уж синька так синька. Уж рельеф так рельеф. а тут тоже такой рельеф. Уж перегиб так выраженный. Красиво, да, красиво вот. Если вот писать было бы только теневую, да, вот там очень красиво. Вот вот такое что-то. Вот такое. Тоже слишком много сейчас содержания здесь. Слишком кучерявое содержание здесь. Все-таки это каменюки, скалы. Смотри, вот они. Не кучерявые, там как водопад, но это нас никто не поймет. Все будут задаваться вопросом, что имеется в виду. Лучше все-таки дать зрителю более внятно различать, что мы нарисовали. Потому что уже очень подозрительно. вход снега вот сюда вот по такой траектории произошел. Смотри, там вот по этим траекториям. То есть поднимающийся. Ну это более темный длинный. Вот по таким траекториям. А я забыла, как вот зеленый получается. Коричневый с голубым. тоже очень много вещества краски для теневой. Слишком много содержания. Надо раз и навсегда для себя запомнить. Теневая не любит густую краску. И по возможности этот феномен демонстрировать. там есть вот эта площадка которая выходит. Вот эта вот площадка. Есть вот этот склон. раздаблено. Красиво, когда вот эти площадки несколько преувеличены. Значит это чуть бледнее, потому что уже есть пространство до нее. И вот здесь шапка с недор лежит на ней. рядочками. по возможности рядочками. И вот этот снег продолжит по этой траектории. Чуть-чуть доложишь. Посмотри, сейчас сделаю. Ага. А я все никакой формы не могла сомать. То есть такой склонник, да? Посмотри. Я пыталась того, достатки остались. в тумане в тумане. Надо сделать, да? Вот девочки, дыши. Посмотри, какие красоты. Идет же. Да? красоты. А я начала туман делать, а он не хочет розовым быть. красоты. А вот снег освещенный. Вот снег в тени, а вот снег освещенный. Уже чуть-чуть с желтиночкой, да? Да, там есть еще дырка. Так. Вот здесь очень красивый туманчик. Да. Он не хочет быть розовым. Хочет, хочет. Хочет? Ага. А вытягиваю оттуда вещество и отбрасываю. Ну и плюс немножко розового с палитры подбрасываю. Ах, какие хвосты. И возвращаю граничечку. вот нечаянно голубой подлес, а красиво. Скажи, как живет. по-другому. коренько. У не у нет. А подбрасываю. К Смотри, как своевременно приходит желтый, да? И как стрёмно было бы, если бы мы сразу его задействовали. То есть у нас бы и так уже подзеленил кое-где, да? А так бы вообще, боже мой, у нас были бы зеленые горы. А так у нас... О, хорош, да? Да, потому что перелом такой получился. Слушай, а вот тут вот я тоже мусолила, но у меня что-то тут не очень вкусно получается. Там все-таки достаточно резкая граница. Знаешь, чего здесь вот точно не хватает? А там принципиально, чтобы эта гора была вот прямо идеально вот такой же? Или могут быть варианты? Да, конечно, могут быть. Просто она иначе не будет с нее такого завихрения. Смотри, как будто мы чуть-чуть с другого ракурса смотрим на нее. И видим немножко света. И на этих... Согласны? Да. Чуть-чуть на макушечке. Мfield да. Мfirst şey отечеет. Макушечка махне. Макушечка. Макушечка.